Привет всем выжившим, и сегодня играем в Улсен. Я понимаю, что по этой игре уже сделал ролик чуть ли не самый ленивый, но у меня случилась проблема, я заболел, простудился, поэтому, да, сейчас я более-менее пришел в себя, так что давайте посмотрим, что тут да как. У нас тут есть кое-какое создание персонажа, в целом нам дают выбор между разными лицами, а прически, бороды, в целом довольно неплохо. Выберите стартовое оружие и навыки, воин, стрелок, маг. Устроите полный хаос своим магическим мастерством, забросайте своих врагов огненными шарами, а те, кто умудрился выжить, прикончите своим посохом. Заклинание снаряд работает только с посохом или катализатором. Посох это двуручное оружие, катализатор это одноручное. Стрелок, луки и пистолеты, либо кинжал и пистолет. Жало Криариона. Призовите внушительных размеров лук и выпустите сразу несколько смертоносных стрел. Заштите стрелами своих врагов, пока они тщетно пытаются вас ударить. Копите ярость, стреляя по врагам, чтобы разразиться смертоносным залпом. Так, воин ринсов, сечу и разить врагов в самом сердце битвы. Наковальня гористей. Призовите громадный молот и обручьте его на своих врагов, нанося урон по области. Так, ну что ж, и вот наш не особо казистый персонаж. В целом нам дали его выбрать, кастомизировать. И как выяснилось, во время диалогов у него подбородок опускается ниже бороды. Ну ладно, игра все-таки с видом сверху, поэтому это не должно особо бросаться в глаза. В целом тут довольно интересная реализованность, прокачка умений. Тут нам дают выбор между такими вот рунами. То есть у нас прокачивается умение, нам дают выбор, я так понимаю, из двух. Ну потом, конечно, мы в дальнейшем еще увидим тут, как и что сделано. Но пока что, ну у каждого, соответственно, свои вот эти вот руны. Там, например, сейчас давай я покажу. Либо 40% было шанса того, что ты наложишь негативное состояние, либо сам урон от негативных состояний. Тут у нас была скорость колдовства, либо урон. Но так как энергия там уходит довольно быстро, я подумал, что урон нам куда важнее будет. А что у нас здесь еще есть? О, погоди. Вот такая вот ветка, как в том же патче в Exile. Я вот сейчас выбрал себе идти предтечь, где периодический урон, наложенный критическим ударом, наносит критический урон. Что звучит довольно неплохо. Учитывая, что я хочу идти на крит урон и, возможно, негативное состояние. Ну и у нас, соответственно, тут есть свирепость, живучесть, проворство и мудрость. Сама боевка сделана довольно интересно, довольно динамичная, как... Я не знаю, с чем ее вообще можно сравнивать. Последний раз я играл в Grimdawn из подобных игр, в Инквизитор Мартур. Но там, если честно, боевка такая слоупочная, что любая другая игра, скорее всего, будет куда динамичнее. Но, наверное, на вкус и цвет. Так, стой. Ну и, конечно же, там куча частей Иван Хельсинга, которых там распадилась, как грязи. О, боже. Ну, сам почек целый я, наверное, не буду ничего говорить. Вот так. Ну, в целом, нет. Игра имеет свое место быть. Она довольно бодрая. Плюс... Тут какой-никакой сюжет, диалоги, катсцены. Поэтому, да, уже неплохо. Плюс сам интерфейс, окошки уровней и прочего. Ну, сделано довольно классно. Так. Что она здесь? Сферы разрушения. Прицельтесь и запустите взрывное устройство, наносящее урон огнем по области. Но для этого, я так понимаю, нужен пистолет. Дай попробуем. господи, серьезно? Нужно больше ярости. А, то есть, у него из руки появляется пушка и он выстреливает. А, ясно, понятно. Да. Как минимум, это странно. Ну, ладно. Фишка в том, что у нас накапливается в довольно большом объеме ярость. И вообще, мы могли бы использовать какие-то удары, которые потребляли бы эту ярость, но... Погоди. Знак скверна. Проглинает цель, увеличивая получаемый ей урон. Работает только с кинжалами, луками и пистолетами. Ммм. Интересно. Я бы, может быть, попробовал бы это вместе с кинжалом и катализатором, который требует только одну руку. Тогда бы, в принципе, у нас бы увеличился бы урон по противникам. Но невозможно. Так, тут еще и змеи появились. Отлично. Оу, хватит, ребята. Рыжиналка повышена. Да, единственное, что, конечно, тут сами умения они стоят довольно много. Ну, вот у меня сейчас, например, 2300 за время всей моей недолгой игры. Ну, грубо говоря, за час. И... я за вот эти бедные 2300 смогу позволить себе только купить одно заклинание. Что, конечно, весьма так себе. Так, погоди. Отлично. супер. Следующая как раз-таки у нас будет идти притечь. А это еще что? А! Этот кружок мы, получается, пропустили. ярость ярость при получении дара к рейтингу критического удара. Ну, да ладно. нет, не кричи, не кричи, не кричи. Е-мое. О! Это сильно. Так, давай убегать. Убегайся. А я еще что-то думал про хардкор. О, боже. Так. Да, как видите, у нас энергия, конечно, уходит только в путь. И в целом, если бы у нас была возможность использовать какие-то заклинания за ярость, то было бы, наверное, попроще немного балансировать это все. Ну, как только у нас будет кинжал. Нормальный. Хотя у меня был нормальный кинжал, но я его продал. Ну, ладно. Постой. так, что там рейсинг критического удара. Давай-ка их оденем. А, ведь я типа как на критеиду, оккультного урона, темпо восстановления здоровья. Давай. О, боже. отлично. Конечно, локация у нас не самая приятная. Противники, напоминающие чем-то жабы или лягушек. Какие-то непонятные твари типы призраков, прочих духов. А перед этим была довольно зеленая и светлая полянка. Так что, ладно. Так, постоянно мы же в ту сторону идем, да. Да, я просто пробежим. Так, привет. А, у них здоровье восстановилось. Судя по всему. Молния, конечно, неплохо так помогает расчищать этих улицов. О, боже, нет. Стой, 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 стой. Так, дай мне поднять обувь. Пожалуйста. так, чувствую, что если мне сейчас не дадут уйти, то меня вынесут уже они. постой. А, не, меня устраивает. Давай, наверное, туда пойдем. Ой-ой-ой. так, еще два крику на. Ау-ау-ау, там ядовитая лужа. Так, ну, тоже полегче будет. Так, что у нас здесь? Погоди. У, куча наплечников. Так, ну, давай посмотрим. Заберитесь до логова. Так, материальный урон, восстановление здоровья. Ну, такое. Слушай. Оу-у, у меня же были, оказывается, редкие. Какие-то желтые наручни. Так. А эти что дают? Пять урона. Неплохо. Слушай, совсем неплохо. Ну, да, я доволен. проклятие шторма. Внимание, все члены группы будут перемещены в зону события. Ну, давай. Окей. Спасибо. Так. Ооо, боже мой. Он еще и такие удары делает. Так, но у меня ушло практически все мое здоровье. А, вот смотри, можно остановиться. Нет. отлично. Это сейчас он будет... Нет, 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 нет. Я думал, он другой атаку будет делать. Вот это вот. Так, надо справиться с противниками. В принципе, молния неплохо так их дышает. Да. Все у него стан. Отлично. Я, правда, не знаю, на него вешается состояние или не вешается, но в примере там не показывается. Так, давай, 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 давай. Боже мой. Ура. Головной убор постельно-розовой краской. Нам дали краску, я не ошибаюсь. У меня не галлюцинация. Да, нам дали краску. Позволяет перекрашивать вашу экипировку в этот цвет в окне настройки внешнего вида. Можем покрасить свой персонаж полностью в розовый. Отлично. Что мне еще нужно было? Бандитский платок. Так, силовый щит. Да, хрен с ним, это редкая вещь, поэтому я думаю, она в любом случае, она подойдет. Что у нас тут? Знак скверная. Слезы Этелель. Над головами ваших врагов образуется ледовый ком, который после небольшой задержки обрушиваются на них и нанося огромный урон. Давай посмотрим, как это вообще выглядит. Так, активно менее. Где у нас тут? Слеза. Вот. Перезарядка где-то 8 секунд. ну, не сказать, что это прям очень много, но вполне себе ощутимо. Да. Так, что у нас здесь есть? А сколько действует эта метка? тут даже и не сказано. Слушай, перезарядка, дальность. Тут написано метка действует дольше, но не написано вообще сколько эта метка действует. Что весьма довольно странно. ну, давай, наверное, отправимся в город и скажем, что мы решили проблему. Громовому клинку Фааду. А вот он. Смотрите, кто здесь. Должны признать ей впечатлен, солдат. Когда Сандер сказал, что ты в одиночку спас фермерские угодья, я не мог в это поверить, но вот ты тут с победой. Что смог помочь, но мне нужно уходить. Отказываться от приглашения нашего правителя не самая лучшая идея. Иди во дворец, охрана тебя пропустит. Короче, мы в итоге решили привлечь к себе внимание. Ладно. что она здесь. Кстати, красивая вообще карта. Сам дворец и декорации. Все довольно приятно выглядит. Приходи, познакомься с принцем купцом Дамаскусом из Штормфола, хранителем морской жемчужины. Благодарим себя от имени народа Штормфола и нарекаем побортникам города. Сэр? Милорд. Милорд, я рад, что смог помочь, но мне очень хотелось сжать всех этих почестей и вернуться к своей повседневной рутине. Твоя скромность делает тебе честь, поборник, но умиляет и удивляет нас. Твоя храбрость спасла много жизней, ты сделал этот день днем победы. Но подумайте, мы пока не спасены, с Вирой не нападали, они спаслись от явлений глубин. Довольно! Оставьте нас! Милорд, сейчас же! Да, Милорд. Видел призраков, не так ли? Их становится все больше и больше. Вы должны предупредить свой народ. Ни за что! Вы не можете держать свой народ неведения, они не готовы к такому. Мы делаем все, что лучше для города. Массовая паника никому не поможет. У нас есть союзники, изучающие это явление. Когда они предоставляют отчет, мы сможем действовать с теми малыми силами, что у нас остались. А до тех пор держи это при себе. Если действительно хочешь помочь городу. Самоцвета. Отлично. Так, нам дали на выбор какое же выбрать. Так, добавляться клинаниям. к атакам. Рейтинг критического урона заклинаниям. Вот, отлично. Мы это берем. Да, мы выбрали. Давай нам это колечко. Супер. Расколотый александрит. Я так понимаю, мы его можем как-то собирать. Господи, как мне это напоминает клинок доблести, если честно. Вот, моя любимая игра по типу Диабло, это, наверное, клинок доблести. Из-за того, что там была дикая-дикая расчленка. Ну и плюс китайская мифология и все такое. Если интересно, гляньте. Вроде бы, как это русская игрушка, но это не точно. Ах, да. Так, что ж. Ладно. Давайте, наверное, тут пока что заканчивать. В общем, в целом, игрушка довольно бодрая. Тут и довольно интересная прокачка персонажа. Оп. Наконец-то прокачали. Отлично. Тут у нас обычная прокачка типа вот таких вот навыков. Вот мы прокачали свирепость, чтобы чаще критовать. И, соответственно, потом там еще у нас что-то появится. Вот аспект апокалипсиса. Но пока что у нас это закрыто. Так что, да, обязательно попробуйте. Игрушку, конечно, сейчас активно рекламируют. Но я из-за своей простуды отстал от жизни. Так что, сейчас буду наверстывать. А на этом все. Всем спасибо и удачи. Пока-пока. субтитры Игорь Негода